Так, ну что, сейчас смотрим ролик из Дикси в Мытищах. Это дичь, какой-то трэш и ад, и ужас. Перед 8 марта дело было. Ну, а вы пока что смотрите ролик, напишите несколько комментариев, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал и группу ВКонтакте. Все, смотрим ролик дальше. Спасибо. Здрасте. Как кассы не работают? Как так? А что там у вас было? Что там у вас было? Что там у вас было? У меня на кассу залез человек. Вы куда пошли? Я товар хочу взять, вы зачем меня трогаете? Ну, кассовую зону, уйдите в кассовую зону. Почему? Касса закрыта? Нет, это кассовая зона. Она закрыта? Кассовая зона. Касса закрыта? И что? И что? Не надо, пожалуйста, давайте без ментов, что вы? Да, зачем сейчас? Зачем? Давайте без ментов, не надо, пожалуйста. Я товар хочу взять, вот товар тут у человека. Здесь деньги, здесь газир такой. У меня тоже деньги, что? Вы идите. Отдайте товар. Вы идите, пожалуйста. Отдайте товар. Это наш товар? Нет. Мой товар, достаньте. Вы его пробили? Нет. Нет, это не пробитый. Это наш товар. Товар, который я выбрал. Достаньте. Давайте валються, где-то могут. Выйдите, пожалуйста. Что это за чмо бородатая тут ходит вообще? Давайте я с чмо вам оставлю. Встретимся. Выйдите, пожалуйста. Куда? В телефон. Я говорю, что снимают тоже камеры. Ну если он выгод такой. Что вы хотите? Что вы еще? Товар отдайте. Вы пробили? Какое право вы имеете требовать товар? Какой право? Мы его взяли с полки. Взяли с полки. Взяли с полки его. Давайте без ментов. Вы потом просто будете хилейки очень. Дадите? Точно? Обещаете? Все. Давайте. Я выйду. Хорошо. Ой, извините. Борис, беспредельщик, фотосъемки, там что-нибудь. Вообще надо... А, вы знаете, что это общественное место, а что ж мне это претензии выставляете? А я не разрешал, например, меня снимают. Смотрите, а я вам не разрешаю вот эти товары, пласят вам парфей. Я купил эти товары. А я вам и не разрешаю это делать. С какой стати? С какой вы мне запричали? Да. Я вам просто как бы просвещаю ваше вот это... Чувствую кое-что. Другое. Что? Позвольте. Вы почувствовали это? Уже нет. Почувствуешь ты. Я почувствую. Да. Что с этим городом не так? Я не понимаю. А что с этим городом не так? Ну, наберите в городе Матища, да, в Ютубе, и вы все сами поймете. Да вы только что возле УВД, не знаю, часов пять терлись. Да. Терлись. Или там, что-то, вот я не скачнул что-то? Ну, а вы же... Ваших охреневших мусоров. То есть вы их защищаете? Они такие же наши, такие же, как и ваши. Да, да. Да. Только вы с этим ничего не делаете, а мы пытаемся с этим что-то сделать, чтобы вас на бутылку тут не посадили. Потом. А ничего не делать. Завтра вам придут, бутылку с посадят, да? Да. О, блин, что за фигня? Где-то тебе? Так, кто помогать нам будет? Ничего у вас не выйдет. Ты что? Парк. Где живете в России? Ничего у вас не выйдет. Терезка. То есть, если вот сказать, ничего не выйдет, то можно сидеть. То есть, можно дальше на сидеть на бутылке. Да. Все нормально, короче. Смотрите. А мы как бы против. Мы не хотим этого для жопы уйти. Ну, это ваша точка зрения. Удачи. Она отдала товар-то? Нет, она не отдает товар. Вы обещали отдать товар? Она вран... Вранишка. Вы обещали отдать товар? Нет никакого товара. Светлана, вы обещали отдать товар мне? Какой? Какой-то товар. Какой товар там был? Перечислять. Пакет надо? Пченьки или что там был? Картошка там была еще одна. Что еще там было? Очень зря, Светлана, очень зря. Вы меня обманули, а тех, кого я обманываю, я не прощаю. Может быть, конечно, к празднику мы бы вам сделали скидочку. Это наш товар. Нет, это не ваш товар уже. Нет, это не ваш товар. Ваш товар уже давно. Только я его взял с полки, это все не ваш товар. Что? Забудьте про него. Что вы говорите? Это кража называть. Где кража с полки, что ли? Вы его оплатили. Пробивайте, я его оплачу. Вы что? Вот когда вы его оплатите... Пробивайте, я его оплачу. Внести аналогичный товар. Мы хотим этот, который взяли с полки. Мы хотим этот, который взяли с полки. Он же у вас на полке лежал. Когда вы его пробьете, получите чек, это будет... Нет. А что на полках делает? На полках она зачем лежит? На полках делает опасный для жизни и здоровья ребенка товар. Мы понимаем. Что на полках делает опасный для жизни и здоровья ребенка товар? Что вы кричите? Это уголовная статья. Что, вы вызвали полицию? Вы вызвали полицию? Можно я в срок? Я просто даже срок не смотрела. Я вам так покажу, смотрите из моих рук. Да покажите, что ли? Вы уже продали этот товар? Мы не продали. Да ладно. Смотрите. Да, один продали. А, вы продали? Это что такое? Да, да, да. Третья, ноль второго. Опачки. Видите как? Так что давайте, ребятушки. Подтвердить, да. Потом просто продавцы будут говорить. А у нас нет просрочек. Кто там? Кто там? Опять всегда мы продаем сначала продвольку. Пусть все там. Отказываетесь продавать, да? Мне хоть что-нибудь. Дайте мне товар, позицию какую-нибудь. Мы на весь отдел 3-й мягчищенский купили еды. Понимаете? Мы мусорам вашим. Оп. Дальше. Они сегодня празднуют. Давай еще. Вот это Шишканову. Дай мне обмычки. Различные деревья. Сейчас все откроем кассу. Будем пробивать. Откроем полицейских, чтобы они... Мы им тортик несем. Вот смотрите. Желтенький такой. Ну что, давайте, давайте, давайте. Дальше, дальше, дальше. Ну вы ж тут детей травите. Продолжайте, давайте. Да, да. Мы мусорам это все купим, отнесем. Мусорам вашим в 3-й отдел полиции. Шишканову, Верясову, Дубровину. Кто там еще есть? Шишканову. Всех накормим. Рыбонькой, да. Они же у вас тут звезды местные. Давай. Вы же их вызываете. Давай. Да мы не себе. Мы не себе. То самое чувство, когда преступники вызывают мусоров. Вот реально. Преступники? Да. Травят детей и вызывают мусоров. Отлично. Зачем оскорблять? Сотрудников полиции. Да какие они сотрудники полиции? Ни одного тут не видел в 3-м отделе сотрудника полиции. Сейчас приедут, посмотрим еще дополнительно. Сейчас заставим их тут судьбу нести. Значит мы будем просто его беседовать с продавцами консервных. Нет. Вот тут 6 лет отсидите и будете беседовать. Вот теперь вы будете сначала отвечать по закону, а потом беседовать. Если вам дадут побеседовать с кем-то. Так сагуши-то наши что? Несчастные. Кстати. Сколько там? Она там 02-го. Ой господи. Если дикерс для разворачивания, здесь должна быть дадут. 21-го 02-го. Ну сегодняшний торт. Это 100% свежий торт сегодня пришел. Ешьте. 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 Ну так кушайте. Ешьте. Свежий ешьте. А давайте вот сюда еще. Ешьте. Вы отклеили. Вы отклеили. Вы отклеили. Вы отклеили. Вот что там у нас того? Нет. Вы отклеили я говорю. Ну так у нас того. Вот что. Да. Это замороженное. Отчитайте пожалуйста. Подождите. На сроку заморозки. Колькум берет. Я сейчас проверю. Подожди. Так вы сначала пробейте потом принесите. А мы хотим готовить полки. А зачем он логичный? Он же свежий. У-у-у-у. Он же свежий. Чего вы? Сейчас если он не принесет. Ааа. Паника. Рыбку тебе открыть? А на то, что вы свежий торт съели? За это что? Он согласен его оплатить. Зачем вам тревожная кнопка? Вашу бутылку посадят беспредельные ваши мусора. Ваши мусора ваши и посадят. Вы чего? Вы посмотрите вообще в интернет, зайдите, что у вас творится. Вот эта красная кнопка, красная. Вы меня-то не учите, красная. Что там? Как вы себя назвали? Ля что? Тут дети вообще-то, что вы ругаетесь матом? Так вы идите на улицу и там не снимаете. Снимайте там. Я вот там снимаю. Я друга с тобой снимаю. Серьезно? Серьезно? Да, обязательно сегодня. Только сегодня, только сейчас. Когда, завтра что ли? Нет, вот ходить надо другим портить настроение. Да, вот с праздником. С праздником вас. С праздником вас. Давайте мы вас с праздником поставим. Вы уже не снимали меня. Зачем вы снимаете? Я не знаю, зачем вы вступаете с нами в диалог. Если вы хотите, чтобы вас не снимали, вы не вступаете. Я говорю, отверните камеру, пожалуйста. Не надо направлять ее на меня. В таком тоне я с вами не буду разговаривать. А вы что, бог и царь, что ли, здесь? Не, бог и царь, это я. Обращайтесь ко мне, да. Спасибо, спасибо, да. Ну, если вам нравится, когда... Я сам как анархия в этих мальтищах. Ребят, смотрите, эти люди дают себе. Их детей травят, им нравится. Молодцы, красавцы. Красавцы просто. Это просрочение продается. Есть полиция, которая должна приходить, это все... Да. А вашими камерами, извините, вы не проверите качество. Ведь вашим третий мальтищистский отдел ничего не делает здесь. Я видел вашу колладу в интернете. Да, да, да. Вы просто на литом хотите денег. А можете нас не снимать, пожалуйста? Офигеть, что за город вообще? Я не знаю. Мы в нем живем, и нам все здесь нравится. Да, да. Ну, я смотрю, да, как вас ведут себя здесь, полицейские. Я смотрю, вам все нравится. Идите отсюда, пошли. Да, мы пришли из Магнито, заплатить и все. Обезьяны, станьте. Мы работники Магнито. Да. Нам все можно, мы из Магнито. Вот, правильно снимает человек, наконец-то, да. Давайте, ребята. Будьте грабны. С праздником вас, девушка. Дизлайки вам как родить. Хорошо, отлично, с праздником. В интернете зайдите, посмотрите, что у вас происходит. Я читала про вас. Вы читали? С праздником, все правильно. Мы сегодня столько девушек поздравили. Мы сегодня столько женщин с праздником поздравили. Вот, вы, наверное, столько не видели сегодня. Будьте счастливы. Ребят, что здесь происходит? Это мытищи. Это мытищи. Гоблинская ферма. Это мытищи. А вот человек нагрязывается в федеральном розыске. Я сейчас вызову милицию. Не надо, не надо, пожалуйста, давайте без ментов. Давайте без ментов. Нет, не надо. Мы все боимся. Павлик, беги. Полиции уже давно нет. Сейчас полиция. Поверьте, кто вызывает полицию. Телефоны все убрали быстро. Требования гражданин. Потому что если это третий отдел, нас всех повяжут. Маленька, я вам предлагаю закупаться в магазине в другом. Этот магазин еще не целиком проверен. Тут не вся просрочка снята, поэтому опасно просто для жизни и здоровья. Разверните камеру. Я вам обращение делаю. С праздником, девушка, с праздником. С праздником, с праздником. Радостный, такой же красивый. Там ваше обращение вы в жопу можете себе запихнуть. Нет, в моей жопе такие обращения не нужны. Вашей жопе вот другое что-то наоборот. Не нужны они там. Да, да. Вот, чтобы вы были здоровы, сильны такой вот. Просто дигнет. Я прошу вас проверять, во-первых, сроки годности. Во-вторых, букеты покупать не себе, а заставлять мужиков каких-то. А вы совершенно рейки, да? Я там обручу, просто еще нет. А курить здоровью вредить. А вот курить нельзя? А вы откуда знаете, себе я покупаю или мужик? А там вот написано. Себе я покупаю или мужик? А можешь ли вернуть посмотреть? Вы что так колебали, доколупались? Я что-то понять не могу, да, девочки. А снимать же нельзя. А снимать же нельзя. А то есть, если мы будем кого-то убивать, то вы тоже будете кого-то убивать, так? Привет. Молодцы. Давай знакомьтесь. Что вообще у них в голове? Сами к нам обратились? После этого начинают, что вы, говорят, доколупались? Что за город? Где логика тут? Вроде как понятно. Сразу видно. Из-за... Короче, таджики. Да. Я узбек на строке работаю. Что, кнопку-то нашли? Что, ля, кнопку-то нашли? Ага, наклеечку надо. Да, никуда она делась, да. Ты скажи, мне, пожалуйста. Что, долго вашу полицию-то еще ждать? Где было наклейка, сейчас подожди. Сейчас Шишканов приедет. Посмотрите, Павлик, Павлик. Ты что? Наклейка где была, вы знаете? Где была? Нет, вот здесь вот была наклейка. Кто-то ее... На каждом в торфике. Не было там наклейки, я его брал. Покажите, хорошие доказательства ваши какие. Вот посмотрите на любой торф. Ну да. На любого мента, посмотрите. Сладов, они все идут вот здесь, наверное. Сидите. Ну я говорю, да. Я согласен. И вот только один, единственный этот мы взяли, сыграли специально. А почему вы приняли такой, либо вот как-то аккуратно очень, но отклеили? Аккуратно очень. Очень как? Даже клея не осталось. А кто из нас это отклеил? 24.02 изготовлено и заморожено. Да, тогда разморожено. Останее все 26.02. Когда разморожено? Ну это будет, надо вам позвонить, когда я взял. Кому позвонить? Я вот на... Не мы же производители. Не, вы мне скажите, как продавец. Так вы по камерам бы с вами посмотрите. Вы же смотрите какие-то сроки годности. Он годен, нет? А, пробивайте. А вы же что дальше? А что ждать-то? Пробивайте давайте. Кстати, мы так с этим, с Агуши-то что делать будем? И что? Садолжена бутылку сразу. Принесите мне бутылку шампанское, самую большую. Мне как злостному. Я неоднократно привлекался за неповедение сотрудникам полиции. Давайте. Мне большую бутылку шампанское. Самую большую, какая есть. Вот Мартини Астима. Ты знаете, трехового. Ну, принесите. Только не просроченный, прошу вас. Я вам слой даже возьму. А потому что он хочет. А вы тут кто, кстати? Извините, пожалуйста, кстати. Как вам можно обращаться? Как вас зовут? Яш, Пейч. Мария Александровна. Мария Александровна. Бутылку шампанское. Прекрасно. Так что делать с Агушей? Что делать с Агушей-то? Пейчем. Пейчем. Ну, как так? Вы доводите до самоубийства? Я ее купить хочу. Вы до самоубийства доводите? Нет, я хочу эту купить. Я эту уже, вы же сказали, пить. Вы уже открыли, смотрите. Я ее не вскрывала упаковку. До феврали. Я вот нашел единственную, где нету наклейки. Это зачем вы оторвали? Это зачем вы оторвали? Зачем вы оторвали? Я причем спрашивал у всех. Молодец, молодец. Ну, с наклейками. Вот здесь вот такая квадратенькая и есть. Паллистер. Интересно, чья территория? Шишканова, Кузнецова или этого? Что у вас участковый? Четвертого. Что будет делать? Кто крышует там? Нет, ну смотрите. А кому взятки заносится? Алика знаете? Либо мы придумаем. Если взятки вы заносите. Ну, да. Мы злостные вообще. Мы знаем, кому вы. Вы взятки не даете? Молодец. Как вот поступать с этим, где Мария? Давайте придумаем срокудзость. Ой, ДВР у не ехал. Сегодня, да? Внимание, внимание. Боимся, боимся. А кто это вам пестик дал? Кто вам пестик дал? Это на меня вызывали. Ребят, я вас знаю. Я вас честно смотрю, чем такой пабдогер. Ну да, лайк надо поставить. Мы были говорили, дело с гаишниками. Да, по-моему, что-то такое. И с вашими местными мусорами тоже, кстати. Да, да, да. Ребят, я вообще честно сказать, не против ваших дел. Единственное, я против чего. Ну, вы ведите себя более... Если вы пришли по делам... Это лучше доходит. Смотрите. Можно я скажу, секундочку. Можно мы скажем? Подари секундочку. Можно мы? Подожди, 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 подожди. Пожалуйста, пожалуйста, дайте скажу. Вы правильно делаете, возможно, я не оспариваю ваше действие. Одна моя просьба. Ну, делайте вы более культурно это. Не можно. Мы хотим больше культурно уйти. Ребят, я сегодня только что приехал тоже с работой. Там просто тоже ребята толпой пытались что-то вынести, но, знаете, просто украсть. Вы все с камерами, с таким всего утром, юридически подкованные люди, да? Да. Я не оспарив ваше действие. Ну, делайте в это культурней. Хорошо, а можно тогда один вопрос? Давайте я вам более культурней расскажу. Давай, культурней. Не понимаю, когда с ними по-доброму все решаешь. Вот мотор поставил. Ну, вы же юридически подкованные. Делайте все, что вы делаете, с точки зрения юридически грамотно. Я знаю, что вы сейчас это все в дитуб вынуждаете, я там буду фиксироваться. А так раз, а сейчас покажешь. Да, потом меня еще чего-нибудь... Ну, конечно, можно намонтировать, если хотите. Если есть желание. Если ваше право. Просто. Ребят, просто я говорю. Я на самом деле, честно говоря, тоже такой же, как и вы. Ну, понятно, я делаю. Мы все вообще, даже Марина Александровна, просто тоже писается в дитубе. С точки зрения законного. Так мы законно. Научите нас, как пробить с точки зрения законного. Я имею в виду, не налетайте вы толпой. Вы просто морально давите. Мы подошли вдвоем. Мы подошли вдвоем. Купили, попытались купить огушки. И вот такую печень. Вот эту штучку. И вот там они сейчас спрятали несколько позиций. Подожди. Вот там еще спрятали под прилавок. Мы сказали, мы вам не дадим. Предложили заменить. И сказали, мы вам предложили заменить. У вас сейчас телефон. Давайте сюда телефон, я вам заменю. Давай телефон. Телефон, давайте, заменю вам. Мы хотели оплатить. Вот, вот, вот. Как мне? Нет, вы еще не оплатили. Я предложила заменить вам право. Она не знает закон. И она нарушает его. Послушайте, я вам скажу. Ваши товарищи. Я понимаю, что вы правы. Конечно. Я понимаю, что в какой-то степени тоже правы. Нет. Ну, не правы. Ни в какой степени. Ну, ребят, я вам скажу. Ну, блин, ну, вы же тоже люди. И я человек, правильно? Да. Мы никогда не всегда смотрим в этот холодильник. У нас там все простроено. Поэтому даже в самом холодильник. Свой даже. На слово вы сами отвечаете. А тут? Да. Согласен, что есть промах в торговле. Базаров нет. Ну, это если так думать, что есть промах. А я считаю, что это намеренно. Давайте попробуем вот это сделать так. Скажем так. Пускай я платит. То, что вы взяли. Ну, что страшно, где я не буду. Правильно? А по поводу вот этого всего. Вы тоже хотите вот это купить? Это моё. Да. Вы пробейте его. Мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим отвезти все. Угостить их. Накормите ваших мусоров здесь. Я сразу, куже им от этого не будет. Я знаю, что сейчас... А почему вам покупать подписчиков? Мы потому, что так любим местных мечетинцев. Фу, мы тисческих мусоров, что мы с удовольствием вот этим всем. У нас есть... Я понимаю, что трение возникает такое с точки зрения того, и того, что я всё это знаю, я всё это смотрю, честно. Ваши эти... Я реально смотрю. Мне очень нравится, честно. Вы там постоянные. Многие ребят тоже вас смотрят. Ну вот я в первый раз, да. У вас есть к нам претензии? В честь 8 марта мы хотели вообще вас простить, если бы вы не начали это самое. Давайте простим, на самом деле. Давайте простим. Но надо к нам кто-нибудь выйдет, извиниться. Там уже приехали. Ну я... Нет, я как приехал, так и я сейчас... Нет, это вы, это вы. А, нет, это не наш. Это гайцы. Нет, знаете, а... Вот здесь, может, понравится, честно. Под камерой, вот так вот. Вот Марина Александровна, да? Мария. Мария. Вот Олег, да? Он предложил все делать тихо, грампу по закону. Ну да, сделайте все. Если мы сделаем так, вот на них всех выгонят, на самом деле. Некоторых посадят в тюрьму на юридическое лицо, на лошадь срав сотен тысячный. Вот Олег, вы хотите так? Вы знаете, я не знаю, как параметры... Мы можем сейчас это и сделать. Я честно скажу... Просто вызывайте полицию. Ну да. Я честно скажу, я не знаю. Вы предложили. Я не то, что предложил или не предложил. А мы даем им шанс исправиться, исправиться к поведению. Как бы вы это опять обратно не выставили на пол. Давайте все вскроем. А с этого надо было начинать. А не то, что мы вызовем мусоров, а сейчас посадят на бутылку. Давайте вскроем. Поверьте мне, вчера вот был один хороший магазин, который сразу понял свою ошибку. А был плохой. Очень плохой. Который плохо себя повели. И в итоге там у них магазин закрылся. У вас есть сертификаты? Хорошо. Сертификат на товар есть? Так, проверяйте тогда сроки годности. А, они должны быть здесь вообще-то находиться. Проверяйте сроки годности каждого продукта, вскрывайте упаковку. Нет, просто без сертификатов, пока не предоставить сертификаты, товар изымается, либо магазин опечатывается. Да, участковый наш все это. Все, зафиксируй, пожалуйста. Не вами. Зафиксируй, пожалуйста, перейти в упаковке. Вот, значит, вот первое. Вы проверяйте сроки годности, главное, когда вскрываете. Проверяем, дедушка. Когда у нас два человека в магазине работает, вот реально мне... Добавляйте штат или не работаете? Да, да, да. Вы тут работаете, каждый день стучите, бастуйте, выходите на митинги. Понятно? Да. Вот мы сегодня подставали целый день. Вот, вот, с единочным пигетом стоят. Да не нам тут работать, вы поймите, вам тут все равно работать. У вас будут иметь постоянно такие, как мы будут приходить... Вы думаете, что мы не обращаем? Такие, как мы будут приходить и проверять ваши магазины. Вы постоянно будете платить эти штрафы. С вас же будут списывать вот это все, что вы сейчас официруете, все эти суммы будут с вас списывать, а не с нас. Вы думаете, что я прощусь? Замок, заведующий тоже на неделю, скорее. Что-то рыбонькой завоняло. А потому что вскрыли. Тухляк вообще здесь воняет. У меня чуть нос заложили. Далее, мы хотели бы, в общем-то, от старшего в магазине услышать как бы извинения перед всеми, так сказать, потребителями, да. Несмотря на то, что они у вас тут не особо осознательные, да. Там нужный вызов. Да, вас защищают, видимо, вас любят. Оказывают вам высокое доверие, а вы не соответствуете пока что. То надеемся, что с нашей помощью вы будете лучше и будете, ну, будете качественные услуги оказывать, качественные товары продавать. Светлана, не обманьте меня опять. Почему именно? Денежки вернете мне? Такие? Рубли российские. Нет. В смысле нет? Выпили уже, да? Че я выпил? Че я выпил? Че я выпил? Я вообще не пью. Все целое, да, Гагушу не пил, видите? До 0,003, 02,19. Так, давайте мы проверим, как вы можете восстановить на чек. Вот, вы будете ждать, я могу восстановить. Можете? Ну, ладно, не буду. Это небольшой урок, да? Хочешь преподать? Урок. Урок уже преподать, да? Преподать же урок. Слушайте, вот, вот смотрите, вы вот ходите вот так, да, по магазинам? Не только. В нашей сторону вы вообще не рассматриваете, да? Чем не рассматриваю. А, смотрите, давайте я вот рассматриваю. Знаете, я вам скажу, бывает даже в зале, когда человек... Бывает так. Нахрена вот так работает? Я вообще не понимаю, вот честно. Вот мне молодым человеком говорят, типа, вы просите, чтобы вам... Не просите, требуйте человеческих условиях труда. Если вы... Большинство говорят, что, ага, они все знают, мы боимся. Смотрите, я объясню, почему, почему вот, допустим, в Америке уровень жизни в разы выше, чем у нас. Потому что, не дай бог, они будут работать, их будут заставать работать так же, как вас, да? Они выйдут все на улицы, и Дикси просто не будет работать, да? В России другой менталитет, понимаете? Вот тогда сидите с этим менталитетом и отвечайте за свои косяки. Вот и все. Вам тут работать, нам вообще пофигу, вот честно, как хотите. Нам главное, чтобы закон соблюдался. Вам работать плохо, понимаете? Подождите, подождите. Вы что преследуете своим поведением, своим вот этим? Сейчас мы хотим вам добавить, вас заставить задуматься о том, какого хрена вас ставят в такие условия. И то, что вы прежде всего люди. То, что вы хотите работать по-человечески. Не надо говорить, надо требовать. Надо приходить и требовать. Хотите, вон, камеры себе накупите, идите в главный офис Дикси. У Дикси сколько сотрудников? Сколько магазинов Дикси? Вот сегодня ролик вышел по поводу того, что руководство заставляет продавать просрочку. У вас в азбуке вкуса? В азбуке вкуса. Нет, у нас такого нет. Там человек... У нас бывают такие вот, да, моменты, когда мы не успеваем смотреть. Но я вам объясняю, когда штат маленький, мы физически не успеваем. Слушайте, там один человек объявил войну азбуки вкуса. Один человек. Его уволили, он сейчас с ними судится с нашей помощью. Представьте? Сейчас погиб. А если вы все, если вы все объединитесь, в магазинов Дикси огромное множество. Этого не получится, потому что мы уже обращались, во-первых. Как не получится? Во-вторых, они просто скажут, что если вас что-то не устраивает, увольняйтесь. Они другой народ, Василий? Тысячи людей уволятся. Вы представляете себе, что... Тем более они должны выплатить, будут еще им компенсацию. Ну, а сейчас наши ближайшие соседи придут и будут работать. Ну, в Москве... Так ходите к ним, просрочка их... Нет, граждане вот эти... Ну, понятно, понятно. Слушайте, ну... Они всегда... Так у нас ничего не получится. На Украине, в Армении получилось. А у нас ничего не получилось. Во Франции получилось, блин. Ну, во Франции. Не знаю, почему во Франции получилось. Будем стремиться... Вы жилеты носите. Мы думаете, вот я здесь не первый... Что значит здесь так? Все от вас зависит. От вас все зависит. И полиция, вы скажете... Ну, у нас так, поэтому у нас такая полиция, да? Ну, полиция это другой вопрос. То же самое, потому что позволяют. А вот приехали чужие, а вот чужие приехали. И поставили на уши всех. Ну, поставили на уши всех. А вы думаете, что я после праздников скажу своей начальнице, дайте мне штат? Понимаете? Сейчас может быть изменится. Нет, скоро может быть не на самом деле изменится. Ну, может быть, давайте, даже если вы будете обращаться в наш офис, и тогда может быть что-то изменится. Нас весна, никто не слышит. Мы обращаемся, мы говорим, мы не успеваем. Физически не успеваем, понимаете? Я за девушек по мне интересный вещь рассказать еще. Вы думаете, что мы не... Пойдемте, я вам скажу интересную вещь. Мы думаете, что мы не хотим порядок навести в своем магазине? Понимаете? Одно дело хотеть, а другое дело делать. Мы работаем здесь с 8, утрада 12, но уже, понимаете? Сейчас денежку вернули. Вы думаете, что мы такие безалаберные и не хотим ничего? Скажите, а другие штат тоже? Дикси самый худший. Дикси, потому что штат. Дикси самый маленький. Дно. Понимаете? Нет, мы встречали, кстати, Дикси, вообще, где не было ни одной просрочки. Огромный магазин, и там два человека. Тут у вас магазин небольшой, во-первых, небольшой, и два человека, и один человек был. Все зависит от директора и управляющего. Нет, это еще... Как-то было даже в пятерочке... А, в Дикси мы не нашли ни одной просрочки. Это было на Шаболовке. Молодые люди вообще не находили. Не поверю, что не находили. Если к вам Роспотребнадзор приходил, то они лохи. Я вам сразу сказал, Роспотребнадзор лохи. Да, сейчас кроме Роспотребнадзор вообще не занимается ничего. Да, они приходят, два товара смотрят, не просрочены, и уходят. Я знаю, как они все делают. Они в причине 30 дней заявку рассматривают, да, так они еще предупреждают магазин, когда придут. Зато у вас тут в мытищах здание у них такое охрененное. Я заметил. На хрена, да, на хрена им вообще такое здание, блин, построили, если они бездельники. Что, 32 рубля? Все, забирай свои гроши, проваливайся. Вы знаете, за что это бывает за детский тейлер? Не знаю. До шести лет лишения свободы. Какой штраф? Шесть лет тюрьмы тогда это бывает, вы понимаете? 238-я, 6-я. Так что мы вас очень сегодня простили, простили бы еще больше, если бы... Будем стремиться, чем-то другое сказать. Мы с тобой, конечно, молодцы. Вы идете в те слабые места, где на самом деле слабые места, и героями себя чувствуете. Правильно? Сейчас мусора в ваших пойдем строить. Охреневших. Я реально говорю, нас никто не слышит. Мы говорим, нам надо будет строить. Нас знаете, сколько вот после этой истории пишут, что тут взятки берут, что тут избивают, пытают людей? Десятки сообщений приходят просто. Понимаете? Пытают людей, вот тут вот в отделе полиции пытают людей. А, нет, зачем? Че, зачем? Потому что садисты, садисты, садюги. Но именно здесь вообще везде. В третьем отделе. Не, у вас тут это вообще какой-то конец просто. Мне нечем сказать. Хуже, чем, блин, в Раменском. Нет, я не с Мытищ. С Раменского? Нет, я не с Раменского, я с Москвой. Это ты же сам хочешь, да? Вообще дичь, честно сказать. Тут даже спокойно до магазина нельзя ночью доехать. Да ладно. Какое-то быдло... Нет, быдло с ножом. Бежит за полицейской машиной, показывает ему факи, а машина уезжает. По встречке. Без маяков, не пристегнутые. А потом быдло докапывается до нас. Причем мы пишем заявление в полицию. Ну, куда ж быдло искать с ножом? А нож с ножом! Лучше человека с камерой поймать и пытать больше двух суток. Правильно? Это правильно. А потом отсюда убегать, как щенки, блин, позорники. Ладно, все, не будем вас задерживать. С праздником вас. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо вам. Наведите порядок. Вот сейчас прямо ночью идите, блин, и... А вы к нам в работе приходите? Мы читаем для чего-то. Мы вас считаете работой, понимаете? Вы знаете, сколько магазинов уже, это самое, очистите? Ну, вот вы один раз прошли, вот так вот пару часов. Не, мы регулярно. А вы так вот с нами поработаете по 15 часов в сутки? Мы че, лохи что ли? Ну. Мы нормальные условия труда, это самое, добились себе, так сказать. Ну, вот я почему вам говорю, здесь работает, и сегодня много человек вы увидели. А так, здесь практически три человека каждый день работают. Тогда два даже бывает. Ладно, я вам уже сказал, что с этим делать. Все в ваших руках. Вот вы все, ничего не измениваетесь. Я не знаю, что вы делали, вижу результат. Так, ну что, ребята, это были дикси в мытищах, это какой-то дичь, треш и ужас, как всегда. Вот, люди работают в нечеловеческих условиях, но, как бы, пока что что-то добиваются, но что-то как-то слабенько, мне не особо верится. Вот. Ну, а вы пишите, что думаете об этом в комментариях, оставляйте множество в комментариях, поставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал и поставьте колокольчик, подписывайтесь на наш Телеграм, Инстаграм и группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока, боритесь за свои права.